В эфире Народное Славянское Радио В эфире Народное Славянское Радио Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 января 2018 года четверг По одному из старинных 39-й день месяца белого сияния покоя мира 7526 лета понедельника Сегодня мы начинаем живой эфир Посвященный теме «Второе дыхание» родовых поселений Автор сказительницы заявлена Любава Жуя Здравия тебе, Любава Добрый вечер, Алексей На самом деле мы здесь со Святотазаром Полтавченко Собираемся вместе вести этот эфир Поэтому я его тоже представляю Добрый вечер Да, добрый вечер Я как раз хотел спросить, а кто в твоем окружении сегодня будет? Если есть желание представить более подробно себя и свое окружение Святотазара То можешь это сделать сейчас пока, до начала нашего эфира Хорошо Я хочу рассказать, что темой поселений мы занимаемся уже давно В этой теме с самого начала Святотазар с 2001 года, если я не ошибаюсь, жил в Ковчеге Пришел туда и начал участвовать вместе в развитии поселений Поточнее, до 2004 года Да, до 2004 года Долго собирался, но вот в итоге его приняли и он переехал на землю Потом мы жили в поселении Славное Ну и сейчас живем у нас там поместье наше родовое Просто мы очень много ездим по стране И были во множестве поселений Видели их успехи, видели их проблемы, задачи, которые стоят перед людьми Общались, разговаривали Поэтому считаем, что имеем возможность на эту тему что-то толковое сказать И вот этот эфир как раз этому хотим посвятить Занимаемся также, я сказал, в первую очередь Занимаемся развитием живой ведруской традиции Традиции первоистоков Проводим семинары на дольменах Вводим к предкам Учим раскрытию дароведания Святотазар путешественник с 20-летним стажем Занимался, 20 лет занимался детьми И в Ковчеге тоже развивал это направление И вот путешествия у нас продолжаются Теперь уже с такой традиционно ведруской направленностью Ездим по поселениям и рассказываем людям о втором дыхании О том, что им сейчас может помочь Если они примут эту веду в дальнейшем развитии Интересно, интересно Хотел я тогда уточняющий вопрос Святотазару задать Святотазар, а тебя что привело вот в это движение, в это направление? Как ты оказался в нем? Ну, меня привела детская мечта Я все детство мечтал жить в своем доме на земле Может быть, это из прошлых жизней у меня такая мечта И не случайно я пошел потом учиться строителям Научился, и потом это все пригодилось И когда, наверное, настало время уже более активно действовать Как раз вышли книги Мегре об Анастасии И меня эта идея вдохновила очень И я, так сказать, уже по прочтению книг стал искать поселения И как раз я тогда жил по юго-западному направлению в Москве И поехал в ближайшее поселение в Ковчег И вот там как раз я получил опыт строительства поселения Участие в становлении поселения Видел все это своими глазами, ушами, слышал И получил такой опыт Который мне сейчас много помогает Понять глубинные процессы, которые происходят вообще в движении В общем, стрелянный воробей не понаслышке знает, что это такое Да, все сам слышал, все сам понял Видел, руками трогал, да? Да Хорошо, Любава, что ты дополнишь по этому вопросу? Ну, я хочу сказать, что вот на самом деле Поселение меня привел в Святозар Фактически в это движение Хотя книги я прочитала еще раньше Но вот практически на землю мы пошли как раз вместе Вот, и, ну, Святозар – человек, который действительно вдохновлен этим движением Поэтому наша беседа сейчас как раз будет проходить вот где-то на стыке вот этих идей Идеи Анастасии, которая изложена в книгах Мегре о поселениях и жизни на земле И родноверие – это исконная вера славян в родных богов И, скажем так, вопрос как бы между двумя вот этими направлениями иногда стоит очень жестко Потому что одни отрицают других Что для меня кажется очень удивительным Хотя это на самом деле все аспекты как грани одного и того же кристалла То есть одно от другого неотделимо И вот это как раз мы хотим обсудить и показать, в чем же выход В чем второе дыхание То есть чего не хватает людям, живущим на земле Для того, чтобы это движение развивалось более эффективно И чего не хватает именно в родноверии Как раз для того, чтобы и это движение тоже развивалось более эффективно Здорово, здорово Я просто свой небольшой такой опыт наблюдения тоже хочу высказать, поделиться Часто в различные чаты засовывают Тут везде только где можно Я вдруг оказываюсь, сам не зная того Раз, вдруг смотрю, письма приходят в большом количестве Там в соцсетях, где-то там в скайпе Я говорю, кто меня сюда добавил-то? В общем, тема такая бывает совсем не моя Но кто-то добавляет Ну ладно, присматриваюсь А тут, значит, меня часто добавляют в различные родноверческие, староверческие Исторические, и вот ведруские чаты И в один такой чат меня добавили Там сижу особо, ну так, как говорится, не квакую Сижу, соблюдаю приличия Сижу в стороночке, сложивши лапки аккуратненько, как бедный родственник И тут такой вопрос Так, Славянское радио А вы учение Анастасии приняли? Я так как на допросе Второй раз спрашиваю через пять минут Вы учение Анастасии приняли? С третьего раза удаляю Самое смешное, что я даже эти вопросы не видел Я их увидел только после того, когда Вот, ну, вечером я открыл Посмотреть, да И так как Так всеки А ты принял истинный крест животворящий Ну, там, условно, да Вот Я так думаю Ёлы-палы И здесь примерно то же самое Ну, хорошо, ладно Вторая жизнь, значит, вторая жизнь Второе дыхание, значит, второе дыхание Давайте поговорим про родовые поселения Как так, для затравки мы все это уже обговорили Теперь второе дыхание родовых поселений Вот давай, наверное, начнем с вот чего Что же такое родовое поселение Потому что сейчас эко-поселение Родовых поселений, каких-то хуторов И там еще прочего Огромное количество Вот давайте дадим определение Что такое родовое поселение Чем оно отличается от всех других И в чем изюминка Вот это вот с первого Такого надо начать вопроса Который, наверное, поможет нашим радиослушателям Понять все-таки отличия И потом уже понять, о чем говорить, да И когда движение родовых поселений началось Вот это вот самая-самая печка От которой можно начинать танцевать Хорошо, давайте такой примем план Начнем с этого Я думаю, что тут вопрос будет, конечно Ну, точнее, ответ на него затруднен Потому что есть разные мнения на этот счет И каждый понимает по-своему Я пока, наверное, остановлюсь на трех определениях Которые, мне кажется, самыми распространенными Первое, что, конечно, сами анастасиевцы Про себя говорят, что движение родовых поместьй Это некое сообщество людей Которые живут по определенным правилам По уставу чаще всего Ну, между собой договариваются С соглашением о добрососедстве Ну, как обычно, это реализуется Через какое-то некоммерческое партнерство Или потребительское общество В последнее время стали создавать То есть люди объединяются для того, чтобы В общем-то у государства взять Выкупить какой-то кусок земли Поделить его на гектары И в движении родовых поместьй Говорится о том, что родовое поселение Это не менее одного гектара Для каждой семьи выделяется То есть это нужно для того, чтобы Не только жить на земле Но и иметь возможность посадить лес Ну, окружить свое пространство лесом Для того, чтобы посадить плодовые деревья Иметь возможность огород развести Ну и так далее То есть чтобы жить так нескупо Как принято там 4-10 сотков Еще вот этот очень важный момент Почему гектар? Потому что чтобы род поселился рядом То есть чтобы вот не как сейчас обычно Ну, как бы да И еще интересный момент Что вот предполагается некое сообщество людей То есть люди все-таки набираются Ну, не совсем случайно А те, которые именно приняли идеи родовых поместьй То есть которые читали книги Мегре Которые согласны с ними И в общем-то, ну, не знаю, как сейчас Но раньше в обязательном порядке Каждое поселение по своему Определяет порядок вступления Но раньше был на самом деле По книгам такой опрос То есть читал человек, не читал И какие-то вопросы задавались При принятии обязательно Вот, это вот как поселенцы Позиционируют сами себя Есть некое отделение Направление от родовых поселений Люди сами себя Ну, как бы живут в принципе точно так же То есть тоже гектар или больше и так далее Но называют себя эко-поселениями То есть они говорят, что идея Анастасии Их интересует Они организуют эти поселения Но они возникли не благодаря идеям Анастасии А значительно раньше Еще в 60-е годы, за границей И так далее, и так далее И как бы эта традиция Пришла к нам с запада И там люди живут уже много лет Много десятилетий даже Уходят в города от смока От каких-то негативных Из городов, да Выходят из городов Для того, чтобы своих детей Растить в более природной среде То есть идея такая направленная Именно на чистоту окружающей среды На какое-то гармоничное взаимопроживание С природой Использование бережно ее ресурсов И потребление каких-то энергоресурсов Какими-то экологичными более технологиями То есть там солнечные батареи Там маленькие там собственные ГЭС Ну и так далее Это движение на западе Значительно развито И есть определение поселений Которое, например, я как это понимаю Движение родовых поместьй В нашем понимании Это традиция исконная Славянская Наши предки всегда жили на земле Всегда Ну и как бы мы видим это Из недавнего прошлого То есть города люди ушли совсем недавно Были, конечно, города и раньше Но у них была совсем иная цель И жить в городах Это было скорее потребность Не потребность, а какая-то общая цель Ну там мы знаем, например Каких-то отдельных городах Которые сохранились до настоящих времен Обсерватории города и так далее И вот в этом понимании Ну скажем так, в нашем понимании Родовое поселение Это поселение, где живет род А люди родственные По каким-либо признакам Это эти признаки Ну есть, скажем так, физические Это может быть, например, физическое родство И может жить целый род людей Как жили наши предки То есть род множится Там по 10 детей 14, да, у каждого и так далее И семьи растут И таким образом образуются поселения Как это было раньше То есть кто-то уходил Ну двое, да, например, искать землю Обосновывались там где-то в красивом месте У реки, там где есть нужные особенности Природные ресурсы И основывали род У них рождались дети И так далее Поселение разрасталось Ну и поселение между собой взаимодействовало И шел некий взаимообмен Также может быть Родовое поселение Сформировано на родовом признаке По, например, родству душ То есть люди чувствуют Что они родственники духовные На тонком плане Им хорошо друг с другом У них одинаковое видение Мировоззрение Одинаковые цели и задачи И они, как бы не являясь семьей По сути, ею становятся То есть на каком-то общинном уровне Возникает духовное родство Которое объединяет этих людей Это вот в моем понимании То, что исконная традиция Она никогда, скажем так Ниоткуда не бралась Не приходила к нам в Запад И так далее Она просто где-то сохранялась В каких-то разных моментах Но, тем не менее, существовала всегда Остатки еще в деревнях Еще до недавнего времени Еще сохранились эти традиции Жизни общинами Я вот все детство провел В деревне Волгоградской области И помню, как вот дружно Жили в деревнях То есть вот сравнивая Городскую жизнь и деревенскую Для меня, маленького мальчика Был очень разительный контраст В деревнях Вся деревня знала друг друга Дружили, ходили друг к другу Гости, праздники вместе отмечали В городе совсем другое отношение То есть там не так дружно жили Алексей, ответили мы на вопрос? Я думаю, да, ответили Единственное, что надо, наверное, уточнить Что анастасийское движение Началось уже больше 20 лет назад Когда книги появились Правильно я понимаю? Да, в 91-м году И еще тоже маленькое уточняющее Вот ты упомянула про родноверов Наверное, надо сказать А в чем же вот коренные несогласия Или, может быть, несогласия Слово мне не нравится В данном случае Отличия Потому что отличие – это нормально Другое лицо, которое ты видишь А вот несогласие – это когда В товарищах согласия нет Вот в чем отличие, например, родноверов Староверов Анастасиевцев или ведрусов Вот как здесь правильно называть? Ну, здесь, скажем так, для кого-то может быть удивительный вопрос Но что есть какие-то несогласия между этими людьми Но, тем не менее, они есть И они кроются как раз именно в мировоззрении То есть каждый человек по-разному ведь воспринимает то, что написано И есть люди, которые воспринимают, ну, как бы, книги какие-то Как истину последней инстанции И, ну, скажем так, фанатично относятся Ну, это еще у нас, скажем так, в нашем народе Традиционно так было Последние столетия Это «умрем за ять» и так далее Ну, то есть относятся очень догматично К тому, что написано И не расширяют дальше свое мировоззрение И дело в том, что в книгах об Анастасии И ее идеях не написано о родных богах И там представлена такая некая эгоистичная, да, скажем так, философия Что человек сам творит, сам подобен Богу Боги родные отрицаются Есть только, ну, скажем так, творец Род Всевышний, он так не называется там Но, тем не менее, единого творца никто не отрицает И вот коренное отличие Почему анастасиевцы не принимают родноверие Потому что в книгах Анастасии нет Ничего о родных богах Ну, как они считают Тем не менее, вот у нас И, скажем так, людей Которые читали книги «Живая вера ведомства» и «Звезда Копчега» Слушали наши семинары и лекции в поселениях Такое понимание уже должно сложиться Что Анастасия о родных богах говорила Как нам кажется, просто не все это поняли Если здесь вот среди наших радиослушателей присутствуют Читатели книг Мегре То они могут вспомнить неких «они» Загадочных и таинственных Которые были описаны Мегре И с которыми общалась Анастасия Просто по нашей виде, которая к нам приходила От родных богов Анастасия в те времена, в 91-м году Еще не могла сказать открыто о родных богах Потому что боги не хотели себя проявлять До 12-го года Но как бы были определенные У них был определенный план Которого они придерживались И она их назвала как бы некой аббревиатурой «они» Конечно, можно на эту тему долго спорить Но если вот у нас один человек Читатель наших книг И делал подборку И выложил это в статье То есть подборку в фраз Где об этих «они» рассказывала Анастасия В своей Мегре И там как раз можно понять Что это существа Высокой духовной иерархии Которые могущественные Много могут и влияют На жизнь людей Причем их могущество достаточно высоко Вот Тем не менее, скажем так Люди это не смогли уловить Может быть, это было тогда и не нужно А сейчас как бы боги считают Что пришло время И пришло время объединить Эти два направления Родноверие и Анастасию Ну, движение Анастасии Звенящие кедры Вот также в родноверии Скажем так Почему-то не сохранилось Традиция жизни в поселениях Ну, то есть об этом явно не говорится Хотя, ну, как бы это естественно И, по-моему, ну Каждый родновер Просто если он здравомыслящий человек Он должен понимать Что ему путь только на земле открыт Ну, по-другому никак Ведь родноверие — это путь с родными богами А кто, как не родные боги Это те же боги стихий Это та же земля, матушка И, как бы, самый простой путь Взаимоотношений Ну, вступить с ней в взаимоотношения Это как раз объединиться На своём родном участке Где можно создать родовое поместье Пространство любви Сажать растение, украшать её Любить и общаться Ну, то есть это совершенно очевидно Тем не менее Ну, как бы, почему-то эти два направления С другом конфликтуют Ну, вот ведруская традиция Которую, скажем так Мы несём со Святозаром С нашими единомышленниками Она как раз объединяет эти направления Она говорит, что учения Учений много разных И они, как бы, все хорошие Потому что они разные аспекты Показывают людям И учат их, там, на примере чего-то одного Стремиться к своему развитию К более лучшему проживанию жизни Но, тем не менее, когда человек освоился Уже в каком-то одном направлении В одном аспекте Устоялся Ему можно расширять своё мировоззрение Не останавливаться только на этом А собирать все кусочки мозаики в одно целое Я уточнял ещё не только родноверов Но и староверов Это течение такое ещё есть Вот там как раз говорится о том Что надо жить на Земле То, что ты многие вещи сказала Вот как раз там проявлено Ну, ладно, Святозар, продолжай Ну, я хотел сказать, что Почему Мегре И замысел, наверное, Анастасии был Раньше времени не говорить о родных богах Это бы, скажем так У многих людей возникло бы Непонимание, неприятие Самой идеи И отторжение И, то есть, когда Убрали То есть пока идею родных богов И, ну, что в книге О них должно было быть написано То есть это И привело к Достаточно большому резонансу Среди нашего народа Потому что У нас в России живёт очень много Не только славян У нас есть и Многие другие народности Которые поддерживают Другие Религии И даже вот В Анастасийском движении Очень много И мусульман Очень много Других Верующих Другие религии Поэтому Вот, наверное, был Такой сделан ход Чтобы На другом этапе Более Высоком Как раз Сказать о родных богах То есть, чтобы Больше людей могло прийти К жизни на земле Скажем так Так или иначе По своим каким-то соображениям И Для них открылась возможность В своём эволюционном развитии Дальше прийти к богам Правильно? Да И мы ещё Хотим сказать, что Родные боги Это не только славянские боги Родные боги Есть у каждого народа И мы как раз говорим о том Что Каждый народ Должен прийти к своим родным богам И тогда Жизнь на земле Жизнь с родными богами Будет бесконечно долгой Успешной И счастливой Я вот думаю, что можно Перейти нам дальше Если Алексей Хорошее вступление получилось Растолковали многие понятия Я думаю, теперь уже Будет понятно От чего Идёт у нас источник И куда он впадает Я надеюсь Во впадение уже в море Мы придём с помощью вас Пожалуйста Хотели бы Рассказать о понятии Почему мы так назвали Нашу встречу Второе дыхание А вот Светозар Может объяснить это Ну да Мне пришёл такой образ Что В спорте Есть подобные Похожие Ситуации Когда спортсмен Уже пройдя Достаточно Большую часть Дистанции Начинает Испытывать Ну а дышку Трудности И как бы Сбавляет темп Не может выдержать Темп Который он взял раньше И организм Начинает Подыскивать Более оптимальный Режим работы И вот это вот и есть Когда организм Находит такой режим И Перестраивается на него То есть человек Спортсмен Он ощущает Как бы новый Прилив силы Новый Импульс Для ускорения И может Ещё быстрее Сильнее Бежать Действовать Двигаться В своём виде спорта И вот такая аналогия То есть сейчас Поселениям Не хватает Как раз Такого второго Дыхания То есть Сейчас Мы знаем Что во многих Поселениях Есть Такая Заторможенность Духовная То есть люди Уже построили Дома Уже Свои Поместья Обустроили Инфраструктуру Построили Но дальнейшее Развитие Тормозится Из-за того Что люди Не видят Куда дальше Двигаться Что надо дальше Делать И вот как раз Второе Дыхание Это и есть То о чём Мы хотели Сегодня сказать Что поможет Поселениям Сделать Такой рывок Дальше В своём развитии Я думаю Что чтобы Ну как бы Качественно Да Продолжить Можно Сказать Об основных Так называемых Проблем Поселений В чём Они заключаются И состоят Как мы их видим Чтобы было понятно Но вот Ездя по поселениям Общаясь С людьми И обобщая Скажем так Эти Трудности Я пришла Например К тому Что это По большей части Отсутствие единства Во всех его проявлениях Можно так сказать Одним словом То есть это В первую очередь Отсутствие Единых целей Долгосрочных Промежуточных И также Расхождение Во мнении По способам Их достижения То есть Объясню Что я имею ввиду Например Ну Скажем так Люди Приходят на землю И понятно Что они руководствуются Идеей Анастасии И книгами У них есть впереди Долгосрочный образ Который Мне хотят прийти Этот образ Чаще всего Он Скажем так Как я уже говорила Это будет не обидно Это просто термин Эгоцентричный То есть он направлен На развитие себя Себя и своего окружения И я считаю Что это правильно На первом этапе Потому что Все начинается Именно с себя Ну Не создав Скажем так Для себя Надежный Остов И каркас Ты даже не можешь Гармонично Вложиться В общее И не можешь Служить Какой-то опорой И поддержкой Для других людей То есть только Устойчивое Гармоничное Развитие Собственной личности И семьи Как раз Является Остовом Уже Дальнейшего Объединения Людей Но тем не менее Вот эти вот цели Они не должны Быть Скажем так Настолько важными Что Забывалось бы Другое Общее То есть Общему тоже Нужно Уделять Внимание И Вот Если человек Ставит перед собой Цель Он же Так или иначе Делает выборы В своей жизни Исходя из этой цели Если он ставит цель Дотяжение только Собственного благополучия То естественно Он Делает выборы Там например В субботу Идти на субботник Или не идти на субботник Ну Там мне надо дом достроить Я не пойду Потому что у меня там Дети и так далее И так далее Мне нужно работать Мне нужно содержать Свою семью Я не пойду на Общее собрание И так далее То есть В этом Вот В целях Находится как раз И энергия Для их достижения А если таких целей нет То энергии для их достижения Чтобы успеть И там и там Тоже Соответственно Не выделяется Душой человека И высшими силами Таким образом Таким образом Мы приходим К тому Что поселения Родовых поместьй Становятся Просто Проживая Родовыми поместьями Которые располагаются На одной территории Чаще всего Без общинности То есть Особенно Если это Крупное Поселение Где люди Не так часто Между собой Контактируют Тем более Гектары Это Не близко Это не сотки Как в удачных Товариществах Дальше Это разность В материальном Достатке То есть В городе Это трудно Друг другу Понять людям Когда они Живут в разных Скажем так Материальных Классах То есть Они практически Могут и даже Не пересекаться Для более богатого Класса Свои магазины Свои развлечения Свои способы Проведения Времени Свои Возможности Для занятости Для более Бедных людей Другие Здесь Поселения Эти люди Сходятся Они сходятся Скажем так И у них Совершенно Разный Понятийный Аппарат То есть Эта разность Понятийного Аппарата Не позволяет Договориться Потому что Извиняюсь За фразу Но вы Свинение Товарищ Потому что Если нужно Ну как бы Одни считают Что нужно Быстро Вложиться В инфраструктуру Вложить Несколько Сотен Долларов Или чего-то И построить Дороги Другие Говорят Что мы Будем Строить Дороги Медленно Потому что Вложиться Нечем И это уже Как бы Почва Для конфликта И Что самое важное Я считаю Это последним Поставила Но не Самым Скажем так Незначимым Это очень важно Это отсутствие Духовного Востока То есть Это духовная Идеология Это вера А поселения Исключили Из своего Понятия Ну вот как бы Мы ездили по поселениям Чаще всего Это так Кто не знает Поверьте На слово В уставах Даже И в соглашениях О добрососедстве Отрицается Всякая вера Но вера Имеется ввиду Как религия То есть люди Сейчас пробуждаются И Духовный Вот этот Взгляд Он еще не Расскрыт Для того Чтобы понять Как же Должно быть Все устроено На тонком плане Люди Видят Что такое Дрегоры Они слушают Лекции Которых Достаточно Много Они начинают Бояться Этих Дрегоров Но тем не менее Они не знают Что с этим делать дальше А как известно Ну как бы Мы уходим От какого-то Эдрегора Но мы Оставляем там Пустое место И На это место Претендуют Скажем так Какие-то силы О которых мы даже Может быть И не догадываемся То есть человек Часто принимает Что-то одно Но не принимает Что-то другое Может быть Ну какой-то Стадия эволюции На данном этапе Не позволяет ему Так широко Расширить свое сознание Чтобы принять Вот эту общую Мозаику Картинку Да это и В принципе Наверное Невозможно Потому что Каждый Развивается В меру Своего Темпа Развития В меру Своего потенциала И Так или иначе На это место У людей Что-то претендует Какие-то силы На место Духовности И Ну как бы Человек не может Жить без идеологии Что-то им Всегда движет И это Должна Двигать Либо вера Ну как бы Вера я имею В нашем понимании Это ведание Ра Ведание Замысла Изначального Света Рода Всевышнего Или Это что-то другое То есть То что им движет Двигать Им может Все что угодно Если человек Отказывается От духовных Эгрегоров Религии Например Он может Заинтересоваться Материальными Материальными Эгрегорами И стремиться Просто к собственному Благополучию Это тоже будет Не совсем Скажем так Верно И для него Полезно И вот В чем Основная проблема Скажем так Последняя Отсутствие Единства В чем Мировоззрение Это отсутствие Единой традиции По которой Нужно жить То есть Анастасия В своих книгах В книгах Мигры Она рассказала О том Как она видит Жизнь Но тем не менее Вот Это мировоззрение Оно не решает Тех вопросов Которые сейчас Стоят в поселениях И люди Которые читали Книги глубоко Читали Глубоко изучали Не могут С помощью этих знаний Изложенных Там преодолеть Эти блоки Потому что там Просто отсутствует Целый пласт информации Этот пласт Достаточно Ну скажем так Его просто Ну в таком объеме Ниоткуда получить Мы его получили И используем в жизни Потому что Мы общаемся С родными богами И боги Нас научили Этому Научили напрямую Как бы Передали Показали В жизненных ситуациях Что это есть Духовный опыт Он как бы Передается Волхвами Или там Старейшинами Родов Из поколения В поколение А сейчас Он на земле Вот может быть Как-то Я не в курсе Но он На мой взгляд Не обобщен Я по крайней мере Его не читала В том объеме В котором нам Дали его боги Есть крупицы Есть там Частички мозаики Которые нужно складывать Но тем не менее И вот Отсутствие Вот этой единой традиции Которая бы отвечала На все вопросы И позволяла Жить правильно Ее просто нет И то что Ее нет Это закономерно Потому что боги родные Говорят Что вот взять традицию Как она была в прошлом Как это делается В родноверии Например И взять Те коны Мироздания Которые были раньше И начать их применять В этой жизни Вот здесь и сейчас В это время В эту минуту Невозможно Ну точнее Это можно делать Но это будет неэффективно Неэффективно Потому что Все меняется Но как бы Мы не можем Отрицать то Что есть изменения И люди были одни Для них были одни коны Люди изменились И сейчас для них Те коны Уже не действуют Тем более Если говорить о том Что у нас сейчас Время было Темное А сейчас идет Переход к светлому Времени По темным конам Мы уже жить не можем Как это было раньше По светлым Мы еще жить Тоже не можем Потому что Ну как бы Люди так не живут Ну они Ну как бы У них нет в голове Этого Комиссийного аппарата И полной осознанности Как надо жить В светлые времена Этот скачок Он не может происходить Как бы как квантовый переход Сначала должно накопиться Что-то Какая-то критическая масса Чтобы этот квантовый переход Случился И как раз Вот в этот момент В этого квантового перехода Нужна живая веда Живая веда Родных богов Как действовать Как сделать так Чтобы все-таки Накопилась критическая масса И этот скачок Произошел Можно другими словами Сказать Что это ручное Божественное управление Да Я согласна с этим И то есть Вот возвращаясь К Грегору Звенящей кедры Да И к этому движению Я хочу сказать Что Анастасия Показала одну грань Богатой традиции Ведруса В жизни на земле Показала ее Красочно Образно С примерами Скажем так С вдохновляющими Какими-то моментами И за это Ну как бы Люди На эту идею Очень многие Вдохновились И дальше Чтобы у них Не отпустились руки Почему это не получается Воплотить так Как в книгах Чтобы они не разочаровывались Именно как раз И нужно Задать этой традиции Астов Астовом как раз Является Живая вера предков Живая традиция Что Веду от богов родных Нужно получать В каждый момент времени Это обязательно И вместе с богами Выходить Из разных проблем Решать их Потому что сейчас Человечество Ну оно Как бы Показывает на практике Не способно Решить какие-то вопросы Не потому что Оно Совсем Да глупое Там Да Хорошие люди Да умные Да учились В институтах И так далее Но Вопросы Решение вопросов Оно настолько Нетривиально Что у нас Этого в сознании Нет Но я могу сказать Это из опыта Вот Ситозар Подтвердит Мы тоже образованы У меня два высших образования Там два диплома С отличием То что показали Родные боги Я в принципе Даже в своем Образе Не могла бы Придумать Даже если бы Очень хорошо Фантазировала То есть Это те грани жизни Которые находятся В трехмерном пространстве Ну как бы Я имею в виду Прави Яви и Нави За пределами Вот этой вот Плоскости Плоскостного сознания В котором мы живем Это то Духовное видение Которого Обычным зрением Не видно Его видно Только в духовном зрении И это духовное зрение Нужно развивать И поэтому Боги говорят Что люди без этого Не пройдут Они не пройдут Без вот этого раскрытия Потому что Но сила Бедрусов Была в единстве С родными богами Если нет Общения Нет и единства И общение Это как бы И является основным Атрибутом Бедрусской традиции Я вот думаю Что Хотелось бы попросить Святозара Чтобы он рассказал О том Как бы Что О страхе Грегоров И о страхе веры Это то Что мы увидели В поселениях Своё видение Своё опыт Хочу рассказать Что мы были В нескольких поселениях Где Люди Получив негативный опыт От религии Просто в штыки Воспринимали нас И говорили Что вот Никаких нам Семинаров Не надо Не надо нам Говорить Мы лучше Будем атеистами У нас вот Есть одна идея Анастасийская И нам этого Достаточно И Мы поняли Что На самом деле Это Беда Беда Для поселения Такая Позиция Потому что Ну вот Любава говорила Что Если нет богов То есть Силы мрака Которые Захватывают Поселения Которые Разрушают Разрушают Через Эгрегоры Разрушают Через Своих Проводников Людей Которые Действуют В таких Поселениях Без Наказанных Вот У нас Много Примеров Есть Которые Мы Видели Что Люди Друг на Друга Ходят Там Какие-то Сплетни Распускают Рассказывают Друг о друге Разрушают Понимание Между Друг Другом Против Лидеров Что-то Делают Провокации Какие-то Мешают Добрые Дела Делают И Все Это Не только Сознательно Это еще и Бессознательно Происходит И это Как раз Проявление Действий Сил Мрака А не Того Чтобы Если бы Они были Защищены Богами Родными То они бы Несли бы свет И помогали Лидерам И поселение Развивалось Успешно И быстро Ну вот На самом деле Люди боятся Того Что вместе С верой Вместе С волхвами Или там С духовными Учителями Придет Очередной Эгрегор И это Вполне Понятно Потому что Эгрегорами Людей Напугали А что взамен Непонятно Что делать То есть Те люди Которые Рассказывают Об эгрегорах Они не говорят А чем заменить А куда идти То есть Да Освободиться Можно Как они считают Но на самом деле Это На духовном плане Любой Здравомыслящий человек Понимает Что свято место Пусто не бывает И если Ты там Что-то освободил То туда Начинает лезть Что-то другое Если ты туда Не поставишь Что-то более сильное Что может Сдерживать Этот эгрегор И защищать тебя От него Ну эту Духовную силу То кто это будет делать Сам человек Ну то есть Вот мы недавно Со Светозаром Пересматривали фильм Мастера Маргарита И там Волан Представитель Скажем так Темных сил Он как раз Говорил Такую интересную фразу Чтобы Думать Что ты можешь Управлять своей жизнью Надо хотя бы знать Что ты будешь делать Сегодня вечером А Аннушка Уже разлила масло И ты Ну как бы Он обращался К бирлиозу Говоря о том Что он не знает Что он будет делать Вечером А бирлиоз ему возражал И говорил Что конечно же Я знаю Я сегодня буду Там масолить И так далее Пить чай И так далее Но на самом деле Он оказался Под трамваем Потому что Надо знать Хотя бы на тысячу лет Чтобы управлять Своей жизнью Потому что Существует карма И надо хотя бы Осознавать Свою прошлую жизнь Настоящую жизнь Будущее Видеть В определенных Скажем так Рамках В ближайшем Хотя бы В приближении Чтобы что-то Планировать И люди Считают себя Настолько Большое гордение Что люди считают Что могут Себя защитить Что они могут Чем-то управлять И Но откуда Эти корни Растут Вот Светозор Хочешь сказать Да Я хочу сказать Что Вот у Анастасиевцев Есть такая Вот позиция Что боги Да Они есть Но это Вот служебные Духи Которые Призваны Помогать В творении Что Вот Скажи Богу Например Макоши Сделай то-то И он Вынужден Будет Тебя слушаться И Обеспечить тебе То что тебе Нужно Это вот Такая Духовная Гордыня Очень Большая Которая Мешает Развитию И На самом Деле В этом Корень Зла Анастасиевцев Так не все Думают Но тем не менее Такая позиция Существует И Но она Достаточно Скажем так Тупиковая Потому что Человек Не одев розовые Очки Отрицая Свою ответственность За происходящее Вокруг Не Просто Скажем так Боясь Находясь в страхе И Ну Какие-то Другие Там Скажем так Действия От Хозяина Жизни Они Ничего Не дадут Они Просто Ведут В тупик И Человек Находится В этом Вкладывает Силы И Потом Так или Иначе Разочаровывается То есть В этом Не Выход На самом деле Поэтому Скажем так Деструктивные Силы Сейчас Очень часто Пользуются Вот этим Понятием Свободы Которому Стремится Человек Так устал От рабства За темные Времена Что Свобода Она Как бы Очень красивая Вкусная Конфета Которой Трудно Отказаться Но Что стоит За этим Понятием Свободы Это Опять же Вопрос Понятийного Аппарата Может быть Иллюзия Свободы Но Не Настоящая Духовная Свобода Потому Что Как правило Люди Даже Не Представляют Ну Я Веду Лекции И по Экологии Человека И Духовности И я Спрашиваю Людей Иногда Где Находится Печень И не Все Люди Знают Где У них Находится Печень Если Я Спрашиваю Что Вы Знаете О своем Духе То Люди Тоже О Душе Еще Как Слышали А О Говорить О Духовности О Силе Духа О Свободе Если Ты Даже Не Знаешь Что Такое Дух И Где У Тебя Печень То Некая Иллюзия Могущества Такого Человека Который Скажем Так Живет В мире Иллюзий Чувствуя Себя Сыном Божиим Творцом Сам Созданным По Образу И Подобию Но Живя В этой Экологической Помойке Из Очень Большое Заблуждение Среди Анастасиевцев Что Люди Считают Что Они Такие Же Как Анастасия То Есть Они Могут Так Же Действовать Так Же Сотворять Образ С такой Же Силой Так Же Защищаться Так Же Творить И На самом Деле Частично Это Помогает Это Вера В себя Это Много Помогает Преодолеть Проблем Но На самом Деле То есть Невозможно Действовать Простому Из города Человеку Так же Как Анастасия Творить Такими Мощными Образами Которые Сколыхнули Всю Страну То есть Человек Должен Очень Много Расти И Не факт Что он В одной Жизни Даже Сможет Достичь Такого Уровня Но Может Дети Смогут И так Далее То есть Главный Процесс Запущен Но Признавать Того Что Васили Такой Как Анастасия Вот Это Большое Заблуждение То есть На самом деле Анастасия С одной Стороны Дала Очень Хороший Скажем Так Импульс Для Развития С другой Стороны Это Когда Люди Переросли Это Учение Для них Это Служит Определенным Ограничением И Как Раз Вторым Дыханием Родовых Поместь Является То Что Нужно Расширить Дальше Своё Мировоззрение И в это учение Внести Что-то Ещё Может быть Конечно Лучше всего Это было бы Воспринято Если бы Сам Идеолог Сам Владимир Мегре Дошёл бы До этого Но Не факт Что в этом Его предназначение То есть Если кто-то Несёт бревно Там Несколько километров Потом устают Кладёт Это бревно То не обязательно Он его должен И дальше Нести То есть Может быть Здесь его Месяц заканчивается И придут Другие люди Которые Возьмут Там Эту И понесут Дальше Если у них Тоже есть Такое Предназначение Поэтому Скажем Подводя итог Нужно понять Что Суть Родовых Поселений Понимание Общинности Жизни И жизни Родами Если Собираются Люди Без единого Мировоззрения Чужие Друг Другу Которых Никто Не объединяет Которых Больше Ничто Не объединяет Кроме Книг Как правило Показывает Практика Это приводит К тому Что В итоге Случается Разочарование И через Несколько лет Люди Просто истощаются Духовно Душевно И теряют Скажем так Желание действовать Дальше И становятся Наоборот Теми людьми Которые Отвергают И говорят О невозможности Такого пути И скажем так Это достаточно Болезненно Вот я могу Рассказать По своему Опыту Что Поселения Которые Отбирали Людей Достаточно Жестко И требовательно У них Было Потом В итоге Меньше Проблем Потому что Когда говорили Что вот Кто хочет Заходить К нам В поселение У нас Много Земли Давайте Только заполним Все участки То потом Очень много Было проблем На собраниях Люди Приходили Совершенно Разными Мировоззрениями И На собраниях Пытались Тянуть Одеяло На себя То есть Говорили Что вот Давайте Пойдем Как я Думаю И так Вот Если там 30-40 человек Тянут Каждый На себя То Ну вот Воз Остается На месте Развитие Не идет И Те поселения Которые Все-таки Выбрали Вначале Четкую Позицию Какие Требования Предъявляются Кандидатам И Следовали Им То потом Они Очень Быстро Развивались Вот Я хочу Сказать о том Что так Или иначе Люди В поселении Образуют Эгрегор Хотят Они Этого И не хотят Потому что Эгрегор Образуется Уже Даже На уровне Двух Человек То есть Он может Быть Маленьким Или Расти Если Семья Растет Но Семья Это Уже Эгрегор А тем Более Общность Людей И Каждый Человек В этот Эгрегор Вносит Что-то Своё И Если Нет Людей Которые Внесут В этот Эгрегор Духовность Ну то есть Вот этот Духовный План У него Ведь Как у Любого Живого Существа У любого Эгрегора Есть Возможности Эволюционировать И стать Духом То есть Нам Родные Боги Говорят Такой Возможности Что Можно Эгрегоров Растить До Духов Это Было У наших Предков Это В традиции И Если Есть Телесное То есть Люди Собрались И взяли Землю Что-то Начали Строить Если Есть Душевное Люди Первым Начинают Друг Друг Общаться Душевно Проводить Собрания С чаепитиями Поддерживать Друг Друг Обмениваться Какими-то Возможностями Саженцами Подвозить Друг Друг Есть Душевность И Нет Духовной Основы Вообще Нет Даже Хотя Б Какой-то Эгрегориальной Основы В поселениях Где есть Например Какие-то Эгрегориальные Общины Они Даже Более Сплоченные Чем Просто Люди Без Общин Потому Что Все-таки Общее Мировоззрение Держит И Если Нет Духовной Настройки То На Этом Месте Обязательно Приходит Какая-то Деструктивная Сила Мы Понимаем Что Это Могут Быть Там Или Силам Мрака Серами Можно Назвать Рептилоидами Кем угодно То есть Те Кто Управляет Людьми Кто Скажем Так Хочет Попасть На Вот Роль Которую Раньше Занимали У Бедрусов Родные Боги Управлять Людьми Через Их Дух Вот И Чем же Мы Привлекаем Эти силы В чем Наша Слабость Она Как раз В том Что Нет Духовного Видения Осознанности Люди Чаще Всего Даже Не Понимают Что Через Нее Действуют Серые Или Деструктивные Силы Образуются Конфликты Вот Конфликты Конечно Мы Перечислили Основная Проблема Это Отсутствие Единства И Отсутствие Единства Она Может Быть Отсознанной Когда Люди Пытаются Справиться С Этим Отсутствием Единства И Может Быть Не Осознанной Когда Люди С этим Отсутствием Справиться Не Пытаются Ну То есть Они Просто Не Понимают Этого Этой Проблемы Что Она Существует И Собрание Как бы Уже Вовсе Не Собрание А Просто Какие-то Скандалы И так Далее Поселения И Люди Даже Этого Не Замечают Какие-то Есть Естественно Попытки Кого-то Привести Все Гармоничное Более Менее Состояние Чаще всего Люди Проявляют Толерантность Ко всем И вот Нет Понимания Что нужно Этих людей Которые Вызывают Эти конфликты Осознанно Изолировать То есть Они Должны Просто Убираться Из поселения На наш Взгляд Потому Что По крайней мере До полного Успокоения То есть Если Человек Подначивает Так или Иначе Или Тихо Или За спиной Или Открыто Грознь И конфликты Внутри Поселений Значит Он Этот человек Скажем Ну он Разрушает Разрушает Вот это единство И он Должен Всеми Ну как бы Быть изолирован В любом случае Потому что Ну как бы Иначе Поселение Развалится Это же очевидно Если этот процесс Не прекратить То есть И за этими людьми Даже бывает Неосознанно Ими Где стоят Вот эти вот Деструктивные Разрушающие силы Они просто Действуют через них И сами Питаются Вот этой Негативной Энергии Которая Происходит Поэтому Конфликты Между поселенцами Их причины Это первая очередь Это отсутствие Духовной защиты То есть Люди Не защищены Духовно Они не знают И не видят На том плане Что происходит И поэтому Не могут действовать Ну как бы Устраняя Вот эти вот Проблемы Если бы они Видели На духовном плане То сразу бы Все прояснялось У нас Был опыт В миллионках Когда мы Там просто Было такое Погружение В поселение Миллионки И люди Восприняли Традицию Стали Слушать Сердца Свои Открыли Души И скажем так Поняли Основную суть Вот этого Духовных конфликтов И нам Как бы Боги создали ситуацию Как раз Пример Как действуют Вот эти силы И люди Все Только что Прослушав лекцию Сразу же Сказали Сразу погасили Это на корню То есть если люди Видят на духовном плане То они сразу Это гасят И сразу Выходят на позитив Можно я Коротко Расскажу Для радиослушателей Которые Может быть Не в курсе Что мы поняли Что мы познали Мы поняли Что Эти силы мрака Они Действуют Через Людей За спинами Они Стоят Сзади И Во время Общения Чтобы рассорить Людей Наносят Удары Энергетические И души Людей Воспринимают Это как Удар От своего Собеседника Обижаются И Действуют В ответ Так же Нанося Удары И это все Умножается С двух сторон И Сущности Которые Сзади стоят Они Радуются Этому всему И питаются Они питаются Этим негативом Эмоциональным Которые Источают Эти двое Соседи Или там Единомышленников И Вот Это понимание Если люди Начинают понимать Что Они не сами По себе Такие Вот Плохие И так Они Негативно Относятся Друг к другу Понимать Что этот Конфликт Извне Привносится И Начинают Учиться Как действовать Правильно Как защищаться Понимают Это алгоритм Действий В такой Ситуации Тогда Отношения Становятся Защищенными И выходят На более Высокий уровень То же самое Можно сказать От отбивания Рук У лидеров Поселения То есть Это тоже Частая проблема Которая встречается И люди Достаточно Болезненно К этому Относятся Те люди Которые Душу Вложили И время Свою жизнь Посвятили Созданию Поселений Иногда Вот Это Людская Скажем так Неблагодарность Которая Опять же Идет Не столько От самих Людей Сколько От Вот этих Сил Которые Колебают Сознание И направляют На эту Неблагодарность Потому что Мне лично Непонятно Что заставляет Быть Неблагодарными Ведь Есть Откровенные Примеры Я думаю Что в каждом Поселении Когда кто-то Из лидеров Брался За какое-то Дело Которое Другие Не хотели Брать на себя В силу того Что оно Просто Трудное И за него Никакой Компенсации Особой Ты не получишь То есть Это просто Общественное Дело Которое Делаешь Для других Ну например Вести там Информационные Ресурсы Поселения Или там Сделать Дорогу Или Ну что-то Еще Даже То же Само Управление Поселением Что тоже Как бы Требует Взаимодействия С администрацией Там С органами Различными И так далее Не особо Приятные Дела И вот За это Благодарности Нет Но если Обнаруживается Какой-то Скажем так Недочет Ошибки Бывают У всех Потому что Люди Только пришли На землю Они учатся Тут конечно Начинает Проблема И обвинение Обвинение Людей Что они Сделали Что-то Не так В итоге Человек Бьют Вот как Сатазар Говорил На тонком Плане Это не только Словесные Скажем так Какие-то Воздействия Да И там Унижения И что-то Неценность Это еще Энергетические Удары По душе Не всякая Душа Скажем так Долго Может Стоять Под этими Воздействиями Люди Так или иначе Разочаровываются И уходят Из лидеров И так Мы лишаемся Вот той самой Духовной Элиты Которая могла Бы что-то Сделать И в большинстве Крупных Поселений Вот такие Люди Просто есть Они хотели Принести Что-то свое Такое ценное Важное Вечное Что у них Было И тем не менее Руки им отбили И это делают Еще раз повторю Ну как бы Неосознанное Человечество Если вот Привести Образ Всем знаком Можно Фильм Матрица Вспомнить Там есть Некий Смит Агенты Которые Являются Агентами Системы Матрицы И они действуют Через любого Человека Это может быть Красивая женщина В красном платье Как показано было Либо это может быть Какой-то бомж В метро Он просто не осознает Что в него Входит эта Духовная сила Потому что у него Там пустое место На месте духа И действует Через него Безнаказанно Он даже не понимает Что он творит И нарабатывает Себе карту За которую Ему И его потом Придется Очень много Расплачиваться Во многих поколениях То есть это сейчас Я считаю Очень большая Задача для людей Выйти Раскрыть в себе Вот это Духовное видение И остановить Вот эти процессы Как бы Отбивания рук Духовной элите Ну вот Так интересно Что Вот Один из руководителей Руководителей Поселения Очень крупного В котором я Раньше Жил То есть он Ушел из жизни Очень молодым Человеком И все Не удумевали Почему Такой молодой Мужчина Ушел из жизни Живя Причем экологически Да И жив он На своем поместье Так я лично понимаю Потому что Сколько Он преодолел Воздействия Которое было На его душу Сколько он ходил Там ездил По администрациям Сколько Преодолевал Все эти трудности И это все Подорвало Его Водой Организм И человек Ушел Из жизни То есть Вот Как раз Пример Того Что не только Человек Лидер Может отойти От дела Он просто Может даже Из жизни Уйти То есть На самом деле Я хотела бы Подвести итог Что О власти Поселения Что Поселение Это сейчас Арена борьбы За души людей То есть В общем-то Там развязалась Основная борьба Между силами Света И серыми И вот Этой вот Идеи Не дают Возможности Этому Росточку Расцвести И пробиться А людям Нечего Противопоставить Друг другу Ну как бы Вот этим Серым Существам Которые Достаточно Хорошо Видят На тонком Плане А мы Не видим И нам Нечего Противопоставить У нас нет Никакой Духовной силы Против этого Единственное Что можно Противопоставить Это сила Единства Которая Опять же На которую нанесен Основной удар Это сила Наших богов И предков Это наша Родовая сила На которую Мы традиционно Опирались И которую Скажем так Уничтожали Многие поколения Испокон веков То есть Фактически Вот эти Два аспекта На которые Нужно больше Всего Обратить внимание Как говорят Наши предки Первый истоков Только вера Защитит нас Имея ввиду Конечно Исконную Веру Славян В родных богов И только Единство Говорит Живо Матушка Защитит нас И к этому Единству Как раз Очень трудно Прийти Даже если Ты осознанно Это сделаешь Создавая этот опыт То есть люди Конечно же Собираясь Первоочередно Они ставят Такие задачи Такую цель И потом Не утомевают Почему Это не получается Это не получается Не потому Что люди Плохи А потому Что это Просто Трудно Решаемая Задача На тонком Плывании Ее не дают Решить Весь удар Направляется На тех Кто Эту задачу Себе ставят Если это Скажем так Незначительное Явление То это Может какое-то Время Существовать Так как у нас Например Поселение Славное Люди Там в начале 7-8 лет Назад Десять Друг друга Любили Все любили Все обнимались Это все Могут подтвердить А прошло Какое-то Время И где Это все Скажем так Где эти Отношения Куда они делятся То есть Что произошло Потому что Это все Находится Под ударом И если Это специально Не Отслеживать Не ладовать И не обращать На это внимание Не выделять Время На ладование Обид На осознание Откуда идет Там зависть Откуда идут Конфликты Откуда Вот эти Где Скажем так Причины Лежат В какой области Не раскрывать Духовное видение Не понимать Что там Происходит На тонком плане В этих ситуациях Конфликтных Как их разрешать То это тупик То есть То что и было В поселении Вот там В том же Славном Какое-то Количество Лет назад Из которого Достаточно Крудно Пришлось Выходить Вот мы Еще хотим Сказать о том Что Вот этот Поток Людей Из поселения Которые Причины Которые Любава Перечислила Он Есть На самом Деле То есть Люди Не Понимают Причин Что происходит И Или Совсем Уезжают Из поселения Из поместья Или Или Используют Это Как дачу Или Продают И вот Как раз Вот этот Отток Он Очень сильно Затормаживает Развитие Поселения Потому что Понятно Что Большим Дружным Коллективом Можно Многое Сделать Можно Школу Построить Можно Много Других Полезных И нужных Дел Сделать Для поселения Чтобы Чтобы Жилось Счастливо Хорошо И Вот Чтобы Преодолеть Этот Отток Мы Считаем Что Как раз Нужна Сила Единства Поддержки Друг Друга И Водавания Возрождение Второе Дыхание Поселения Оно Как раз Возрождение Традиции Живого Ведания Родных Богов Замыслы Рода И Как нам Понимание Как по Замыслу Рода Выходить Из этих Ситуаций Это Возрождение Традиции Витрусов Которые Скажем так Не должны Копироваться Потому что Скажем так Те знания Которые До нас Были Донесены Сейчас Они Очень Ценные И полезные Но Многие Люди Как бы Читая Их Понимая Их Светлую Мудрость А осознают Что они Не могут Так жить Потому что Они просто Живут по-другому Им нужен Какой-то Переход От той Жизни Которой Они живут Сейчас В городах И работая Той Жизни Как Скажем так Так как Надо Вот этот Переходный Опыт Его нужно Просто Создавать И Как я Понимаю Многие Души Пришли Сюда В этом Воплощении С задачами Именно Создать Такой Опыт Всего Человечества Потому что Если этого Опыта Нет То Развитие Как раз Остановилось И топчется На месте Люди Поэтому Нужно Возрождать Веру Ведрусов Родных Богов На наш взгляд И Понимать Ценности Единства И пути С ними То есть Ценить Ту веду Которую Они могут Нам дать Убирать Свою гордыню Как бы Это было Нетрудно И понимать Что Мы сейчас Дети То есть Выйдя из Темных времен Где Наши души Сильно Напотачили Ну скажем так Если говорить В общем и целом Кто-то там Стоял И Не проваливался А кто-то Провалился Скажем так И Сотворил Много карм Но тем не менее В общечеловеческом Понимании Мы сами Видим К чему мы пришли Мы утратили Вообще Себя Стали рабами И поэтому Нам Как бы Надо идти К возрождению Тех способностей Которые у нас есть К веданию И только Ведущие Замы Сел Рода Могут Как раз Помочь Человечеству Или говорить Если проще На уровне Страны Помочь Славянам Вернуться К той силе Которая была Всегда У нашего Народа Возразиться С утраченным Традициям На новом уровне Примяв Какие из них Сейчас будут Гармоничными Прожив их И подтвердив Собственным Примером О чём мы говорим В каждой передаче И тогда Такие простые Ценности Как совесть Совместная Весть С родными Богами Ведание Прави Фактически Единство Единство В роде Единство В своём Приглаве С духом Душой И телом Объединённым Мощным И крепким Ведическим Ведрусским Мировоззрением И сознанием Вера Ведание Изначального Света Рода Мир Это жизнь В общинах Жизнь В родовом Строе Традиция Это обычаи Обряды Это навыки Образ жизни Эти банальные Истины Они на самом деле Совсем не банальны В практическом Применении И реализации В жизни Потому что Есть карма Есть карма И её правила Отягощающие жизнь То есть И карму Я думаю Что ни один Здравомыслящий Отрицать не будет В виде Повторяемости В жизни Каких-то Событий И непонимание И невозможности Из-за этого Их разрешить Потом О чём мы уже говорили Это отсутствие Духовного видения И непонимание Происходящих Процессов То есть Я приведу пример Ну вот Как бы простой Банальный пример Например Женщина обращается К нам И говорит Что у неё Подруга Не вернула ей Долг Который она ей давала А это её родная Подруга Как она могла Возмущается И так далее То есть И Ладуя с ней На тонком плане Смотря о прошлой жизни Она понимает Что это не подруга Плохая А это она сама В прошлой жизни Та поступила Со своей подругой И сама ей не дала Но также не отдала Ей её имущество И сейчас Эта подруга Ей просто Это возвращает И Ладуясь вместе Они не понимают Обе Одна не понимает Зачем она так поступила Ну почему Что её подтолкнуло Другая не понимает Как с ней могли Так поступить И в итоге Как бы приходит Понимание Что всё это карма И неважно Кто эту карму Первый начал Её как бы Надо разрешать Так или иначе То есть Это вот Этот момент Потом Опять же Обязательно Нужно понимать Что в реализации Вот этой Ведруской традиции Счастливой жизни Которой мы так стремимся Ей мешает воздействие Серок И обязательно Его нужно Уметь преодолевать У нас нужны Инструменты Для защиты А как ты можешь Защищаться От того Во что ты не веришь Ну то есть Не вериме Как бы Ну это Расхожая точка Зрения Что если ты Не веришь Этого нет В твоей жизни Но это Розовые очки Это не так То есть Это может работать Там на уровне Я не знаю Грущика Ну ты закрыл уши И ничего не слышишь Ничего не видишь Закрыл глаза Но на самом деле Если человек Находится в духовном мире Если он претендует На что там Какие-то Духовные Свершения На рост духовный Он рано или поздно Все равно Выйдет В то Измерение Где эти силы Существуют А до того Измерения Скажем так Где эти Ну где дуальности нет Да Где все едино А это еще Подняться надо То есть Ну как бы Опыт сейчас Нужен именно Для всех людей Создавать Не то что там Полетел на крыльях Да там К роду батюшки И сказал Все я вышел Из этой дуальности Я вышел Но род батюшка скажет Возвращайся Прокладывай дорогу другим То есть так К сожалению Сейчас Или к счастью Не получится Не для того Мы сюда пришли Вот потом Отсутствие поддержки Других людей Твоих единомышленников Это тоже То с чем надо бороться И то с чем Бороться очень трудно На собраниях Вот Сазар я думаю Что прокомментирует Этот момент Если люди Не поддерживают Друг друга Они Подпитывают Серов И Есть Скажем так Лидеры поселения Которые что-то делают И есть люди Которым не нравится Что делают Эти лидеры И если Все общество Скажем так Вся масса людей Не будет поддерживать Того лидера Который для них Хоть что-то сделает И будет верить В то что он Он их там где-то Обокрал И что-то там Сделал не так Где-то сильно Ошибся То они останутся Вообще без управления И Ну скажем так У Анастасии Это тоже момент Проглядывается Что людям Не нужно управление Ну Об этом Очень четко сказано И она Просила Владимира Мегре Не баллотироваться Там В своей Родной партии И так далее То есть Не влезать в политику И не управлять Людьми Потому что Нужно на земле Самоуправление И это правильно Но это Как бы Скопнуть Из первого класса Сразу в десятый Вот все интегралы И поди их реши То есть Это цепочка Это путь То есть Люди привыкли К лидерам А лидеры Их вели не туда В темные времена Сейчас набилась Оскомина От того Что людей Не туда вели Но Все равно Человечество Привыкло к лидерам Оно не умеет Сейчас по-другому И чтобы прийти К ответственности Солидарной Не размытой ответственности А именно той ответственности Которая Поведет людей В нужном направлении Вырастет И для того Чтобы они Эту ответственность Могли на себя принять Нужны активные лидеры Которые хотя бы Знают Как выводить Это общество Из этого тупика И лидерам Очень важно Слышать поддержку От своих же соседей И благодарность Слова благодарности Потому что Души их В основном это ждут И очень часто Соседи Поселенцы Они забывают Поблагодарить За какие-то Очень важные дела Думают Ну что особенного Но вот Это не возврат Энергии Энергии Благодарности Она Со временем Источает Силы Лидера И просто Человек уже Не хочет Делать Для поселения Такие важные дела На самом деле Корень зла Находится Именно В несогласии Несогласие Происходит Оно Скажем так Несет Духовную природу Сомнений И есть Такое понятие Даже в христианстве Бес сомнений Ну бесы Бесы сомнений Они приходят И заставляют Человека Сомневаться Сомневаться В правильности Принятых решений Сомневаться В том Что принимается Что-то В чем они Не разбираются Сомневаться В том Что те взносы Или те там Скажем так Правила Которые выработаны Они на самом деле Самые лучшие И человек Ну как бы Разумные люди говорят Ты если сомневаешься Предлагай То есть тебе это не нравится Ты скажи Как тебе нравится А люди в этом состоянии В принципе Они просто находятся Под воздействием И не могут ничего предложить Кроме какой-то глупости То есть они потом Может быть И пойдут домой С собрания И там согласятся Но никогда об этом Не скажут Потому что это Принять свою Неправоту Ошибку И как бы Признать себя На самом деле Дураком Это очень важно Потому что Человек пришел С какой-то инициативой Выразил ее Он ее прорабатывал И так далее Люди засомневались Так слегка На собрании Или сильно И не пропустили Эту идею И она повисла В воздухе И вся его энергия Которая туда вложена Она там так и застряла И ни идея не реализуется Без поддержки людей И энергия вложена Он от нее Отцепиться не может Потому что Ну а чем ему дальше Чтобы другую идею Начать инициировать Ему нужно Как-то энергию Вернуть из этой Реализовать И все И творение не идет Дальше остается Только привлечь Какого-то другого Лидера Которая куда-то Которая куда-то поведет И что-то будет делать Скажем так В таком коллективе На самом деле Это очень серьезная проблема Поэтому На круге поселения Насколько я знаю Мы слушали Трансляцию Лично не присутствовали Люди пришли к тому Что Есть две чаши весов Один делает Другой не делает Вот если человек Что-то сделал Для поселения Другие люди Ну допустим Кто-то из людей Встает и начинает Говорить Что он сделал Что-то не так И другие люди Молчат Они хотят услышать Что он сделал Не так Ну то есть И этот человек Который сделал Он стоит сейчас Под ударами В данный момент И получает удары Ты это сделал Не так Ты это сделал Не сяк И так далее По его душе Идут удары Будет ли он Хотеть делать Что-то в следующий раз Или нет Я думаю Что Ну как бы Ответ очевиден Поэтому На круге поселения Психолог Да Там выступал Они пришли В поселение Своем К тому Что Каждый человек Который сидит В зале Он в данный момент Времени Принимает решение То ли ему Негатив подпитывать То ли ему Деятельность Подпитывать И Как бы Своим молчанием Он подпитывает Негатив И равнодушие И проявляет Своё равнодушие Да И если это так То он Скажем так Льёт на чашу Весов Деструктивных Разрушительных сил И он будет Нести за это Ответственность И опять же Это скажется На его жизни На его семье На его будущем Развитии Потому что Поселение Не развивается Это плохо для всех Ну как бы Тех, кто там живут И он же поедет в город Потому что там нет Какой-то инфраструктуры И чего-то Поэтому каждый человек Кто участвует В поселении Должен задуматься О том А что он делает С каждым Своим выбором То есть Льёт ли он на чашу Позитива Вкладывается ли он Или он равнодушен То есть Не должно быть Равнодушность В поселениях Все должны быть активными На самом деле Согласие Ну как бы Настоящее согласие Мы это показывали В миллионках И люди это на игре Поняли На духовной игре Которую мы там проводили Очень интересный был опыт Люди поняли Что единство Согласие Единство ведёт К согласию Единство вроде Ведёт к большому согласию Проводилась такая игра Люди разделились На группы По варнам Мы знаете Слушатели Славянского радио Неоднократно слышали Что есть варны Ведущих Витязей Вести И тружеников Люди разделились По варнам А мы поставили Решать одну задачу Которая в поселении Для них была важна Для всего поселения Люди сидели На расстоянии Друг от друга И обсуждали И решали эту задачу Они были С родными богами Боги пришли Был поток Было единство Была защита И было желание С родными богами Сотворять В итоге Ведущие Приняли Куда надо идти И как решать Этот вопрос Интересно Что Витязи Приняли То же самое В том же ключе В том же направлении Но только Как это делать Как это реализовать Веси Не зная о том Что решили Ведущие И Витязи Приняли Что нужно Это реализовывать Точнее Как это реализовывать В материальном плане Как сделать так Чтобы это окупилось И чтобы эти вложения Которые там были В реализацию Вернулись К поселению То есть Все были Труженики Там было мало Тружеников Поселения у нас Как правило В них вообще мало Тружеников Ну сейчас Самая прогрессивная Часть человечества Труженики Поэтому тружеников Там пока Просто нет Приходится делать Все своими руками И ведущий Тружеником Должен быть И Витязь И Веси Но самое главное Что труженик Там был в одном лице И он поддержал Он согласился С этим То есть Все согласны Если идея идет От родных богов Если она на самом деле Здравомыслящая Ценная Все с этим соглашаются Без вопросов И это вот основной аспект Единство Единство в роде И вот понимание Что на единство Идет самый сильный удар Так как это могущество Славянского народа То есть без единства Мы не придя к этому Дальше не пойдем Поэтому единство В поселениях Надо поставить Самой первоочередной целью И ладование Включить Просто вот В обыденную Повседневную Жизнь поселения Выделяя на это время И понимать Что вот Подводя итоги Что есть в душах людей Противостояние богов И серых И надо понимать На чью мельницу Ты льешь То есть что ты приближаешь Новую реальность Или хочешь остатку Старых энергий А сейчас у нас по времени Вот К вопросам Пора Ну как бы Переходить Поэтому мы Решили подвести итоги Да Подводим итоги То есть По нашему Представлению И пониманию Основываем Мировоззрение Поселений Основная В России Это живая Традиция Предков Первоистоков Живая вера Веда В родных Славянских богов Ведание Прави Ведание Рода И ведущие Точно есть Мы об этом Мы об этом Совершенно Точно Знаем Что такие Люди В большом Количестве Души Таких людей Сейчас пришли С таким Предназначением На землю Потому что Без них Нет дальнейшего Развития И мы Призываем На обучение Призываем Предкам Первоистоков На дольмены Где они Могут Раскрыть Свои каналы Предки Помогут Это первое Второе Что во главе Поселений Сначала Должны стоять Сильные Ведущие И витязи Это Необходимость На переходный Период Чтобы Структуризировать Работу Поселений Направить Ее В нужном Русле Эти витязи И ведущие Обязательно Должны быть Связаны С родными Богами И между Ними Должны быть Полное Единство Это я Как идеальный Образ Сейчас Рисую То есть Колы Волхов Которые Не стоят На прямую У власти Но Тем не менее Советуются С ними Советуются Витязи Которые Их Направляют И витязи Должны быть Согласны Друг с другом Согласны С волхвами И они должны быть Светлые Скажем так Душой То есть Не тянуть Одеяло На себя Не стараться Проявить Свою гордыню Ухватить власть А действовать В сотрудничестве Потому что Именно это Вот это сотрудничество Витязи В коле Оно ведет К тому Что придет На родовластие То есть Люди начнут Скажем так Самоуправляться Придут к этому Постепенно И тогда будет И державность И общинность И так далее Родовой строй Дальше Это защита Но это Я не имею ввиду Не по Дальности Да Просто Это необходимо Это защита Это духовные практики Единство с родными богами Это создание Пространств Любви О которых Написано В книгах Анастасии Которые На тонком плане Защищают Вспомните Анастасиевцы Как полянка На которой Родовая полянка На которой Жила Анастасия Защищала Ее от воздействия Если вы пойдете Путем Своего духа Вы тоже Столкнетесь С этим противодействием Как написано В книгах Это точно Абсолютно Вы почувствуете На себе Это воздействие И поймете Что без защиты Невозможно Просто сейчас Скажем так Вы этого Чувствуете Наверняка Просто не осознаете Что это Ну Может быть Кто-то осознает Дальше Это Устойчивое Мировоззрение То есть Именно с мировоззрения Вас будут сбивать И будут Разные уводы И так далее Пытаться Потому что Мировоззрение Устойчивое сознание Человека Это его основа И паркас Он видит цель Находит ресурсы Для ее реализации Он деятельно Активен Если цель Не видна Значит Начинаются Разброты Шатания Поэтому Мировоззрение Устойчивое Потом Я считаю Важным Дума Светозар Согласен Это осознанное Прохождение Испытаний Это ладование Кармы И подтверждение Нолодованного В яве То есть Это духовный Опыт человека Он должен Все свои жизни Сейчас В такое время Собрать Единое целое Единый кулак Понять Что он делал Не так И что ему Сейчас в этой жизни Нужно Отладовать Подтвердить Изменить Свое прошлое Чтобы был Проход в будущее Это тоже Необходимость Следующее Это Понимание Что духовное Важнее материального Что сейчас Нужно уделять Время На духовный рост Род батюшка Всегда говорит О возможности Гармоничного Сосуществования Духовного И материального Он постоянно Говорит О достаточном Минимализме В которой Жили Наши предки И о том Что нужна Высокая духовность Славянского народа Потому что Мы Основа В земле Руки родных богов И без нас Процессы Скажем так Не направляются В явном плане Поэтому Какое-то время Нужно Большее время Продолжительность Уделять Именно духовному Потому что Сейчас у всех Крен в материальное Если мы Придём К родным богам Мы поймём Что Боги Нас Направят На ладование Этого вопроса И человек Должен доказать Что у него Духовное Важнее Может быть Терпя Какие-то Лишения Недостатки И так далее И это нужно Чётко Уведать И понимать Что это Наблавит Людям А потом Будет и материальное Когда всё Это Зармонизируется Тут Некая Конечно Есть Вера В светлое Будущее Но Так устроено Без этого Нет прохода Об этом Ещё Иисус Христос Говорил Что Богатому Легче Пролезть В угольное Ушко Чем На бедном Скажи мне Трудно Богатому Попасть В рай Так же Как Пролезть В угольное Ушко Как верблюду Пройти В угольное Ушко Да Всё Правильно Благодарю Дальше Скажем То что Нужно Это Ладование И единство Умение Договариваться То есть Отсутствие Скажем Так Межпоселенческих Междуусобиц Когда Лидеры Поселения Соревнуют С друг с другом И тянут На себя Это повторение Кармы Прошлого Это То Те времена Там В 850-летней Давности Когда Наша Духовность На Руси Пала И В основе Лежала Как раз Неподдержка Одних Родов Другим Неподдержка Общим Друг Другом Это Междуусобица Которая Привела Скажем Так К тому Что В общем Живая Вера Живой Вере Нанесли Большой Удар Хочу Сказать Об этом Аспекте Хотя Думаю Светозар Например Не согласен Чтобы я Это упоминала Но Тем не менее Я считаю Правильно Сказать Людям Что Беда Наших Предков Была О том Что Недопустимо Толерантность Несмотря На то Что Она У нас Во многих Законах Прописывается Но Вот Это Терпимое Отношение Скажем Так Оно Мы Веду От предков Получали Об ошибках И там Как раз Говорилось О толерантности О том Что Они Допустили В свое Свои Общины Других Людей Другим Мировоззрением Ведая Что Им Ничего За Это Не Будет Как Были Уверены В этом Практически И Тем Не Менее Опыт Показал Что Чужие Традиции Смогли Вытеснить Своё Родное И Скажем Так Это Не Просто Так Это То Что Славянский Народ Должен Пережить И Подтвердить Что Да Действительно Он Осознал То Что Он Не Привел Ни К чему Хорошему И Теперь Человечеству Придется Подтверждать Это И Выстраивать Четкую Духовную Иерархию И Четкие Правила Взаимодействия Друг С другом И Недопустимость Вот этого Внесения Негатива В Его и так Много То есть В общину То есть Ну Как бы Некий Не Однозначный Подход Потому что Я видела На собрании Даже Собираются Хорошие Люди Их Много Они Собираются Решить Какую-то Задачу Приходит Один Потому что Толерантный Открытый Для всех Да И Начинает Вносить Своё Деструктивное Мнение Всё Беседа О деле Останавливается И Начинается Просто Простой Трёх Ни о чём Доказывание Кто Когда Чего Вспоминания Там В итоге Это всё Выливается В несколько Часов Пустой Болтовни Вопрос Не решается Силы Потрачены Всё То есть И Я удивляюсь Почему Лидер беседы Не может закрыть Скажем так Вот Вообще Убрать Этого Человека Из Общения Ну потому что Он вносит Негатив Это же очевидно И как бы Из-за него Останавливается Развитие Вот Я вот о таком Говорю И Соответственно Самое важное Это Помощь Родных Богов И Светлых Предков Передача Им Возможности Как бы Призык их В свою жизнь Передача им Возможности Участвовать В нашей жизни Потому что Они ведь тоже Хотят родиться И они тоже Несут карму рода Если они Родятся В потомках Их души То они тоже Будут нести Ответственность За весь наш род И они имеют Право На духовном плане Участвовать Помогать И принимать Решения Просто им нужно То что Их бы попросили Об этом Потому что У нас сейчас На земле Вы знаете Есть Свобода воли Которую еще Никто не отменял У нас Самая Скажем так Свобода Свобода воли Которую Род батюшка Дал ведру Сам Для развития Зная Что они Потомки родных Богов Что они достойны Они многократно В испытании Доказали То что они Ее достойны И им дал Род батюшка Вот такую Возможность Конечно же Ведая Что когда-то Она сыграет Им как Скажем так Серьезный Болезненный урок И сейчас Сколько проще Верблюду Именно в вдохновении Людей На дальнейший путь Это новые цели Это новые возможности И для душ Это очень важно Иметь такой образ И верить в то Что счастье Обязательно Воскреснет В русских родах Это песня Которая Пришла На дальнейших Песня От предков Первый исток В исполнении Цветаны живой Прошу ее поставить Предки родные И нас не забыли Веду хранили В веках долго жили Образы светлые В яви творили Силы безбрежные В них выложили Силы безбрежные В них выложили Славные предки В память в веках Мудрость богов На ваших устах Сила земли В древних корнях Светлая суть В чистых сердцах Образы строим В сильных словах В яви себя Проявляем в делах Родину ищем Родину ищем в родных берегах Счастье воскреснет В ветрусских городах Под русских городах В ветрусских городах Силы могучей потомков питаете Память земли в ума пробуждаете На жизнь родовую нас вдохновляете Светлые с нами дела сотворяете Светлые с нами дела сотворяете Славные предки память в веках Мудрость богов на ваших устах Сила земли в древних корнях Светлая суть в чистых сердцах Образы строим в сильных словах В яви себя проявляем в делах Родину ищем в родных берегах Счастье воскреснет в бедруских родах В бедруских родах В бедруских родах В бедруских родах Сила вы наша предки земли Слава веков, что сияет вдали Русь сохранить от завбения смогли Столько столетий ее берегли Столько столетий ее берегли Славные предки память в веках Мудрость богов на ваших устах Сила земли в древних корнях Светлая суть в чистых сердцах Образы строим в сильных словах В яви себя проявляем в делах Родину ищем в родных берегах Счастье воскреснет в бедруских родах Ведруских родах Продолжение следует...